здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить о кино но уже с точки зрения очередного кинофестиваля кинофестивалей много документального кино художественного анимационного кино так называемое другое кино есть вообще понятие фестивального кино в общем много различных направлений но всегда интересно и приятно когда руководители фестиваля нового приходят к вам студию и все только начинается это значит что будут приниматься заявки мы увидим совсем скоро а когда конкретно результат этого фестиваля нам рассказывают сегодняшние гости руководитель международного молодежного кинофестиваля мы орг секретарь московского областного союза кинематографиста в россии генеральный продюсер кинокомпании юрий литвинов я специально сделал этот акцент потому что человек естественно занимается кино и знаешь что такое павел сергеевич слайд режиссер креативный продюсер фестиваля мы член правления лиги творчества здравствуйте уважаемые господа вот скажите чего сейчас должно быть больше для того чтобы организовать фестиваль любой творчество потому что есть ну скажем так ненормальные в хорошем смысле люди которые творят все время какой-то продукт в разном направлении но делают кино назовем это четырьмя счастливыми буквами и скажем люди которые оценивают это с точки зрения качества с точки зрения интересности для публики но из точки зрения какого-то вообще выхлопа вот нужно нужно ли нам такое кино или не нужно нужен ли нам такой фестиваль или нет я не зря сказал что фестивалей много и так чем этот фестиваль отличается от других и зачем он нужен кто готов ответить на этот вопрос павел давайте юрию предоставим славу не просто шин стул да да и был другой вопрос сначала да что нужен для того чтобы я отвечу на него потому что мне показалось интересным главное что нужно это огромное количество желающих показать то что они сняли и рассказать в том что они сняли мы имеем виду кино то что они хотели сказать вот чем больше желающих тем более больше вероятностью что их мысли и вообще кино дойдет до широкого зрителя потому что тех кому кто может это оценить достаточное количество а теперь второй вопрос чем этот фестиваль отличается я 0 пошучу ничем так потому что но мы стремимся лично я стремлюсь прийти к тому что он все-таки отличался поэтому этот фестиваль я его называю пилотный он пилотный что он будет экспериментальный мы будем постоянно экспериментировать и искать разные изюминки для того чтобы он действительно отличался любой человек хочет чтобы его творчество организация кинофестиваля вообще организацию любого процесса в том числе и съемок это на самом деле творческая задача и приятно ее выполнять не так как все в хорошем смысле не так как все ну конечно каждый должен делать свое первое отличие которое мы с павлом сергеевичем кстати меня представили юрьев и павел сергеевич я просто колено преклоняю я должен был на спалом сергеевичем отдельная просто я думаю разрядить эту ситуацию я люблю поговорить так вот первое мне кажется мы в рамках фестиваля будем награждать героев фильм отмечать героя фильм то про кого кто про кого фильм я может быть обманываю сам себя я этого не встречал то есть я сам журю многие фестивали где оценивали все режиссера художника сценариста актера включали гран-при я никогда не включил не не видел не выходил на сцену чтобы вручить приз героев мне кажется это интересно второе мы и значит реалистичный герой то есть это будет не придумано это будет не придумана история документально потому что актера там у них своя номинация вот того актера того героя героя который покажется в кадре наиболее значимым для этого мы даже специально создали экспертное общественное жюри то есть там будут общественные деятели деятели культуры непрофессионалы в кино то есть они не будут смотреть на качество фильма а именно на самого герой именно на самого самую историю доискивать изюминку я пока это считаю главным отличием второе у нас не будет показа в течение фестиваля но мы собираемся сделать широкое эхо то есть на сегодняшний день все профильные министерства всей российской федерации отвечаю просто каждая получила предложение рассказать и прямо в письме было сказано просим вас довести информацию до всех профильных учреждений средств массовой информации о том что потенциальные участники из вашего региона могут подать заявку дальше уже их дело хотят они их поддерживать или нет это отдельная письма ответа министерств ну да здесь как бы уже другая история но мы сейчас вернемся когда к творчеству а потом все таки нам необходимо рассказать как это будет работать потому что она смогут посмотреть много-много раз и кто-то может быть захочет тоже поучаствовать из людей творческих которые как раз подходят так сказать по всем параметрам паша старый друг и старый знакомый вот чтобы разрядить опять же обстановку очень приятно когда мы вместе работаем вот на каком-то этапе да уже речь идет не просто какой-то да ну плановой скажем работе а фестивале вот фестиваль зачем это нужно почему вдруг появилось такое желание потому что ты же сам много участвовал в фестивалях и получал так сказать призы определенные участвовал и участвую продолжаю снимать документальные фильмы не успокоился нет когда они не могу более того думаю перейти немножечко в игровую историю фестивале в первую очередь это общение общение авторов друг с другом общение авторов с организаторами самое главное это общение потому что оттуда и связи какие-то выходят и опытом делятся многие совместные проекты на зону могут вправе снижать конечно но вот этот фестиваль вообще как вы его позиционируете вот оба да и потому что мы сейчас как бы вокруг да около теперь надо уже непосредственно сказать какого внутрь что в этом должно быть кинофестиваль чтобы вы хотели чтобы это было в этом кинофестивале насколько я понимаю аж до 24 ноября то есть практически всю осень идет прием заявок и церемония состоится 24 декабря фактически уже предновогодние в доме кино на секундочку а это как бы статус да о чем фестивале кто внутри кто ученого кто вам хотелось бы чтобы были участь название кинофестиваля мы то есть это мы с вами что оценивается это документальное кино это документальное кино игровое кино короткометражные фильмы до 26 минут есть у нас вне конкурсная программа в этом мы тоже кстати вот пробуем сейчас мне конкурсную программу про фильма про людей с ограниченными возможностями либо фильмы созданные при помощи этих людей с ограниченными возможностями то есть грубо говоря мягко выражаясь как говорил аркадий райкин то есть речь идет о неком моменте который наступил где совпадает и творчество и скажем так вся ситуация плюс еще такое осеннее настроение то есть мы как бы подводим некие итоги кто мы есть сегодня мы то есть да на каком-то этапе правильно да любой человек живущий в нашей стране если это будет человек из дружественных зарубежных стран мы тоже при нем поскольку международный статус мы получили и уже и будут международные судьи отмечу да мы принимаем историю про любого человека это может быть даже не буду перечислять абсолютно любой человек любой о котором снята история если эта история преподнесена профессионально грамотно то автора этой истории оператора или продюсера и режиссера отметит если этот герой окажется значимым чтобы вот нашли его да и показали нашли и показали и там есть одна фраза которую я выдумал в письме те люди за которыми хотелось бы идти чьи поступки вдохновляют и заставляет им следовать получается что фестиваль этот появляется как ну времена разные бывают в жизни любого государства любого человека любой семьи я уже не знаю там любого города когда есть возможность остановиться и подумать кто мы есть и посмотреть кто нас окружает но герой нашего времени до название сама сразу же нам на лермонтовская здесь перед нами стоит и так я понимаю что ведь в 90-е годы когда совсем по-другому все было там же тоже были герои каждого поколения свои герои они могут казаться другому поколению совсем не героем это могут быть музыканты артисты военные кто год или например бизнесмены такой тоже элемент был вот задача какая вы сказали отметить и тех и других и чтобы вы хотели выходить видеть на выходе потому что ведь героев нужно найти в последнее время у нас герои то были в основном в проектах телевизионных и эти герои в кавычки можно то есть мы по как бы подсматривали за жизнью довольно странных иногда людей то есть это необходимость найти настоящих реальных реально реально я проехал по всей стране и видел глаза детей из региона я никого не хочу обидеть у меня девочки мои дочери они москвички но глаза у детей в регионах другие да у них другой посыл немножко ну другие задачи другой посыл и если можно так сказать более настоящие что ли не затуманенные когда жизнь немножко сложна и туман с глаз снимается надо работать надо выживать надо учиться надо чего-то добиваться очень хочется чтобы была взаимная обмен информации чтобы дети из центров даже не из центра а из центральных городов видели то что происходит в простых даже деревнях и школах простых районах и наоборот и так фестиваль фактически уже объявлен как подготовка к фестивалю сейчас идет до полного должны сказать в финале первой части куда чего подавать кто может подавать где можно найти информацию о фестивале это сайт особый да у нас есть сайт у нас есть группа вконтакте заявка отправляется ну стандартно нажатием кнопки и заполнением форма все онлайн очень онлайн никаких бумажек ничего звонков не нужно возьмите я очень хочу все приходит вносится в реестром отборочная комиссия работает осматривает фильмы передает их жюри стать и жюри возглавляет не достаточно известный человек это сильно наталья михайловна она генеральный директор международного московского фестиваля много-много лет до председатель общественного же целый зампредседателя госдумы которые то есть это кинофестиваль мы хотим мы хотим что в данном случае дети и молодежь понимали что их оценивают серьезно с ним и с павлом да да они нас не знают и ради бога там и организаторы они узнать если их фильм прошел на дальнейший шорт-лист будет опубликован как обычно и вот уже и шорт-листа все будут ждать кого выберут хорошо я сделаю небольшую паузу и дальше отталкиваясь от фестиваля поговорим еще о ваших проектах вот тут интересно все таки речь идет о молодежи которая вроде как развлекательную функцию кино должна любить и на самом деле как преподаватель тоже я четко знаю что вот именно там можно найти очень интересные тематики как раз те сюжеты которые иногда взрослые люди то ли боятся брать то ли не замечают а может быть просто не хотят сейчас сделаем небольшую паузу и дождемся продолжения напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях юрий александр литвинов руководители международного молодежного кинофестиваля мы свежего нового молодежного о ком о котором начали говорить в первой части программы орг секретаря московского областного союза кинематографистов россии и генеральный продюсер как вот компания правильно полностью называется for post фильм for post фильм 2f чтобы было удобно запомнить и павел сергеевич славин режиссер креативный продюсер фестиваля член правления а лиги творчества и вот я хочу оттолкнуться от такого момента вы делаете ставку на молодежь мы поговорим о других проектах но опять же возвращаясь к этому кинофестивалю на которые молодежные скажем так творческие люди могут подавать заявки аж до 24 ноября а вы все по все подробности можете найти на сайте международный молодежный кинофестиваль мы легко сейчас в интернете все найти или скажите это получается у нас неправда сейчас много в кино или кино делается в основном особенно игровое которое не принимает больших проблем с уходом скажем фильмов дружеских и недружеских стран но есть или с уменьшением их количества то есть кино не хватает как какого-то героизма истинного понятно что есть отдельно военные фильмы до целая плеяда советских фильмов российские фильмы но хочу сказать что на мой взгляд некоторые российские фильмы про события прошлого сделаны тоже последние годы как-то на мой взгляд анимационно если можно так выразиться там мало каких-то таких игровых ну чтобы ты расплакался условно говоря есть нехватка в зрелом кинематографе хороших тем хороших сюжетов хороших я не знаю актеров поэтому мы ищем среди молодых их взгляд на мир мне к сожалению видится общее состояние кинопроизводство кино сообщество некими слоями то есть слой назовем верхний слой в котором собственно купаются все известные кинокомпании кинопродюсеры и там ну целый поток фильмов который чтобы не выражаться сленгом востребован современным зрителем а сами имеют и мы же мало пригорода переходила мы предполагаем что зритель не хочет особо напрягать мозг и он получает то что собственно и хочет развлекал развлекаловку дай мы с вами тоже иногда наверно смотрим развлекаловку но может быть по тоже может быть хорош и она может быть хорошая она может быть плохая но самое страшное что плохую смотрит иногда гораздо больше и доли востребований до больше 7 из другие слои которые я предполагаю что вот в нижних слоях их много варятся тоже будущие профессионалы которые проходят эти этапы для того чтобы пробиться вверх потому что все равно любой профессионал он должен обеспечивать свою семью и он об этом смог и он на это обязательно обращает внимание так вот в этих слоях могут быть различные темы разного качества и задача людей из высшего эшелона нашего кинопроизводства по-хорошему выдергивать чем они собственно занимаются хороших режиссеров хороших авторов сценария огромное количество питчингов всего остального для того чтобы выцепить павлов вопрос паш вот скажи ты будешь не заговорил ты много участвуешь фестивалях и вот мы сейчас в перерыве говорили что отчасти вы еще запустили этот фестиваль как и последующие проекты сейчас к ним перейдем как помочь людям но каком-то к молодежном возрасте до заявить о себе кто-то может быть за и заявится прекрасно но как-то дальше не сложится творческая биография а кто-то наоборот это поможет ему пройти дальше то есть сегодня чтобы пробиться вот в этот условный высший эшелон нужно о себе же как-то заявлять правильно наверное и здесь такая задача стоит что-то поучаствовать в этом месте а если еще попасть в шот-лист да и увидеть что твой фильм оценен даже при приблизительно понимаю как ведь это главная цель для любого творчества быть увиденным само собой то есть на самом деле это очень сильно мотивирует авторов ну как бы я по себе даже сужу то есть даже не получая какой-то там приз или награду на кинофестивале ты возвращаешься с фестиваля и у тебя появляются силы и желание снять еще лучше сделать то есть обязательно бороться идти дальше за счет и подсмотрел что-нибудь у других даме шарел кого отмечал и не отметила пообщался но то есть фестивали в этом плане очень сильно помогают естественно молодым в том числе они должны давать вот этот толчок вот эту мотивацию двигаться дальше учиться опять-таки да вот у вас два проекта лиги творчества да вот фестиваль фронтовой поэзии школьный конкурс вк клипов вконтакте до имеется ввиду они сразу сражаются за то есть одной стороны мы берем технологии современные но пытаемся наполнить их некой новой глубиной паш вот что это за проекты давай расскажем об этом нашем телезрителе ну проект они сражаются за в этом году это было не сражались за ребята снимали короткие вк ролики до 30 секунд даже 30 секунда используя особенно используя хронику великой отечественной войны за что они благодарны нашим дедам прадедам то есть благодаря чему они собственно гряжи выучатся работают и в том числе в этом проекте присутствовал возвращаясь к предыдущей теме помощи экспертов то есть были проведены мастер-классы с экспертами определенными это был и как отправиться к этому просто в рост на все как по всем профессиям да то есть и режиссер и режиссера вертикали да ну куда же без кошмар да да я понимаю что кинематографисты с опытом вертикальному видео относятся так но это до сих пор трепет на это был специальный момент потому что же дети работали заваря фона они говорят на этом мы только мы только этим их притонировали эффект был пара меня для меня был поражающий эффект а в чем эффект 30 объясняю когда когда мы задумали этот проект они сражались за мы зашли просто в к клипы и увидели там я наверное не ошибаюсь 80 клипов на исторический на тему велико 80 и мы просто подумали так вот она поле есть для момент окончания сейчас уже наверно больше клипы которые создали сами ребята их там более 100 опубликованы 180 тысяч просмотра 180 тысяч а это почему 30 секунд и первые 10 секунд это действительно хроника где бегут солдаты где какой-то фрагмент войны ужасная я понимаю что время коротко но нам присылали клипы где бежали фашисты где они думали что эти люди в соответствующих как это наши солдаты это представляете куда мы попали куда мы копнули у нас городах иногда висят и так далее и так далее и вот вот эти 10 секунд орды но они все 180 тысяч раз посмотрели как мы глубоко копнули и мы надеемся что сейчас 10 секунд а 20 секунд а 20 секунд они снимали за что боролись деды сами снимали как они сейчас живут то есть вот это вот мозговая цепочка деды сражались за то что я там не знаю пою танцую пляшу учусь а некоторые говорили прямо словами за что было очень искренне даже если мы берем маленькую форму вертикальное видео которое конечно же как я сказал тяжело кинтерфистам с опытом что там показывать вертикально количество уменьшается сразу кадра но если это делается это если берет за душу значит мы действуем в правильном направлении и вот у вас еще есть фестиваль фронтовой поэзии он прошел уже давно я имею ввиду как единица скажем творчество поэзия сейчас она началась еще до событий связанных с 22 годом когда появилась необходимость люди не все могут выразить прозой но в нашей жизни и в российской империи мы помним появление знаменитых поэтов не только потому что так же сложилось но как бы вызов времени вот что такое фронтовая фестиваль фронтовой поэзии тоже как вы его привязали к своим проектам ваш юрий на юрию важно руководить для коротко фронтовой поэзии а потом надо обязательно сказать что у нас в январе следующего года это очень важно ваша аудитория у нас начинается уже проект возвращение к слову посвященной 225-летию пушкин вот об этом нужно сказать это мы тоже об этом объявим каранта ложена в интервью творческие планы всегда он прямо уже назначен то есть прямо уже с финансированием с заработал поэзии продавая поэзия вы знаете мы хотели показать фронтовую поэзию не в ультра патриотическом смысле мы отбирали мы оргкомитет и жюри отбирали стихи произвели как фронтовиков отдельная была номинация поэт фронтовик до другая была по этой фронту и гала-концерт строили тоже необычно то есть не вот банально вот эти стене чтение стихов мы подбирали я бы я бы сказал что стихи которые в результате победили были отобраны это вот будущее нашей классики современной потому что они от души от человека от сердца с переживала людях с переживаниями до слез просто поверьте на слово даже у меня взрослого человека и эти стихи вот они останутся есть не конъюнктурные вот не подстраивались на подшел судили я строго за этим следил вот просто чтоб там не было вот было то что там душа была вот это очень здорово почему потому что много всяких проходит фестивале конкурсов мы так плавно идем к финалу но правда здорово потому что я и вот и своим студентам тоже говорю что ведь все равно человека не обманешь даже если ты делаешь развлекательный какой-то проект вот если он хорошо сделан и там но с тобой разговаривают как с человеком они как непонятно с кем это что называется ты этим будешь жить и ты этим проживешь и все эмоции которые мы испытываем от радости и веселья до какой-то горечи я всегда говорю что если после этого фильма у вас как бы сами по себе вдруг появляются слезы иногда кстати после хорошего фильма ну когда все замечательно ну как там о мокрые глаза значит режиссеру и всем людям кто работал до самого последнего костюмера значит удалось вас что-то каждый нормальный человек чувство получает от ощущения собственного комфорта внезапно появившегося даже но мы профессионалы кино мы там хороший фильм просто о как классный как классно да про пригласите пожалуйста возвращение к слову это будет всероссийский фестиваль конкурс бук трейлеров на произведение александр сергеевича пушкина и там еще и давать и на наши телезрители что это такое в к с мы его так называем возвращение к слову то есть на сделай кольники так только школьники любого возраста берут произведение пушкина и опять же при сопровождении при сопровождении профессионалов онлайн мастер-классы мы сделаем все для того что технология будет предложено и ребята будут снимать как они хотят по своему сценарию любое произведение пушкина прозу поэзия это будет очень интересно посмотреть как они воспринимают пушкины самое главное возможно они его таки прочтут потому что чё же там греха таить чё греха таить это наша цель ну и паш последнее слово павлу славянам мы с ним давно знакомы спасибо что сирен и санченко знакомил с юрем вот я желаю удачи всем вашим проектом но самое последнее вот я начале спрашивала теперь еще раз хочу а вот тебе то это зачем на сидел бы тихонечко покропал бы эти фильмы знаешь как вот есть люди которые но не поняли меня не вручили мне грамоту а я создал такой гениальный фильм все больше я не буду ничего делать почему мы подготовив много проектов сделав уже много в своем деле нам хочется другим помогать не помогать мог бы себе спокойно же 2 шаг да и все николай как же лишь движ как до без этого никак скучно сидеть просто и дело за того что не хватало когда ты был в этом возрасте не ходила суру и не подал творчество не было таких рук куда сами все постигали узнавали смотрели учились на разговаривали общались опять-таки заразился фестивалями увидел насколько это правильная атмосфера для авторов для творческих людей и захотел как-то вот приобщиться к этому движению фестивальному и что-то сделать то есть вот от себя спасибо вам за то что двигаете именно молодежное кино это действительно наше будущее чтобы мы вернулись все в зал не только смотреть развлекуху что называется но и немножко старались думать об этом удачи фестивалю еще раз напомню что можно найти все данные на сайте международного молодежного кинофестиваля мы вы можете подать заявки все внимательно прочесть у вас там все хорошо расписано чего нужно сделать чего не нужно сделать и желаем удачи и надеемся что после того как подведете итоги как раз у нас там новогодние будут эфиры приходите с победителями куда мы денемся все договорились рассказали а значит это была программа открытый диалог гостях у нас был руководитель международного молодежного кинофестиваля мы юрий литвинов орг секретарь московского областного союза кинематографистов россии и павел славян режиссер креативный продюсер фестиваля мы член правления лига творчества и не последний человек в проекте открытый диалог спасибо большое с вами был николай пименко всего доброго до свидания и и и и и и и